Что же нам есть? Я вам столько всего показала! Одна зелень и крупа! Всем привет! Друзья, у нас сегодня четвертое задание нашего марафона Первые шаги к здоровью И сегодня мы с вами будем разбирать продуктовую корзину Если вы только присоединились к нашему марафону, то обязательно посмотрите первые видео и выполняйте задание Сейчас под этим видео в комментариях вы можете найти продуктовую корзину Где вы увидите список всех полезных продуктов, которые должны быть в вашем рационе Также вы можете найти переходное меню, скачать его и уже начать использовать в своем ежедневном рационе А вы можете чередовать дни, импровизировать, распечатать его, делать пометочки, что-то менять, пробовать и просто наслаждаться здоровым питанием Скоро хэллоуин, а мы с вами идем выбирать продуктовую корзину Номер один – это овощи и фрукты Овощи рекомендую покупать зеленого цвета, чтобы они были максимально зеленые, свежие и вкусные Еще рекомендую всем подружиться с авокадо, потому что авокадо – это источник полезных жиров И если вы хотите гладко, вкусивую кожу, а это главная цель нашего парафона, чтобы вы стали красивыми и здоровыми, вам нужно научиться покупать авокадо Берем авокадо, чтобы оно было средней мягкости, если оно твердое – не переживайте Кладем в пакетик вместе с бананом на пару дней, и ваша авокадо будет готова? У нас в рационе будет много с вами салатов, поэтому покупайте пробуете брокколи, обдавайте ее киплом Покупайте зелень – это кейл, а вы можете покупать зеленый салат Да, вы можете покупать даже капусту, если вас не вызывает капуста, то сдуйте ей выражение И, соответственно, конечно, наша инфекционная зелень – это кружка, лук, лук и диск О, на самом деле, все, да, то есть, где бы лук, которые тоже должны быть у вас в зоне Ягоды, да, это основной источник антиоксидантов, вам я рекомендую тоже использовать Вы можете подумать, о, вот мы живем в Америке, у нас много продуктов, но мы всю жизнь жили в России И также соблюдали все те правила питания, которые мы используем, и все те инструменты, которые используем здесь И поэтому вам тоже, вы тоже можете правильно питаться даже в России Просто ягоды можете покупать в зимний период замороженные, те, которые замораживают летом Это будет очень вкусно и полезно Наша тележка пополнилась? Да Едем дальше Добавляем в наш рацион моему морепродукты Все, что есть у вас в магазинах Можно есть разнообразные виды рыб Хоть каждый день менять, чтобы давать летом Получать разные продукты полезных веществ В России мы рыбу закупали всегда дикую, именно в больших магазинах Идем дальше Если в вашем рационе есть мясо, то самое главное избавиться от каждодневного потребления этого продукта Потому что оно содержит насыщенные рыбы И задача просто чередовать этот белок с растительным белком и с рыбой Учиться разнообразному питанию И, конечно, стараться покупать мясо фермерского производства Чтобы это были какие-либо фермерские рынки Или как здесь в Америке Мы можем всегда находить все эти продукты со значком органика В нашем марафоне главная цель стать здоровыми За короткий промежуток времени Буквально за две недели Сделать нашу кожу красивой Чувствовать себя лучше Поэтому мы исключаем продукты, которые могут вызывать воспаление в вашем организме И, к сожалению, несмотря на то, что вы очень часто любите эти продукты Это молочные продукты Если вы не можете обойтись совсем без сыра То вы можете в редких случаях покупать овечий или козий сыр Который содержит совсем другой тип козеина Который не вызывает воспаление Поэтому рекомендую вообще так-то исключить все это на период марафона Чтобы вы почувствовали, как ваш организм может жить в нормальном состоянии, не воспалительно Ну и, конечно, тот продукт, который мы оставляем Это сливочное масло больше 80,5% В рационе должны быть цельно-становые крупы, не обработанные На примере вот этой крупы Это без рутеновая овсянка Длительный бар Также вы можете найти все эти каши в магазинах вашего города Если просто завыгнете в магазины здорового питания Сейчас это очень популярно И также к отделу, где можно купить кинуа Я хочу, чтобы вы все на марафоне познакомились с этой крупой Это каша И также здесь есть гречка Вы видите, что это зеленая гречка То есть вы обязательно должны использовать в своем меню, в своем рационе Эти цельно-зерновые, не обработанные крупы Если у нас нет серьезных проблем индивидуальных со студиями, мы добавляем бобовые, добавляем Ну что вам заменять хлеб В вашем городе вы можете посмотреть рисовые хлебцы Я покупаю вот эти рисовые хлебцы без сахара Но в России есть популярные марки Вы можете поискать тоже крупы в магазинах Самое главное читать состав Их может содержаться сахар и сиропы То есть те сиропы, которые будут вызывать болезни в вашем организме Поэтому наша задача, чтобы вы научились считать на этом марафоне составы и стали здоровыми Что же нам есть? Я вам столько всего показала Одна зелень и крупа Одна зелень, крупа, рыба, мясо То есть такой большой ассортимент продуктов А теперь давайте перейдем к нашему холодильнику Что же у нас там есть? Я знаю, вам, наверное, очень интересно Та-дам! Нет, здесь не скучно Что здесь есть? Зелень Это Максюшкина любимая брокколи Сегодня хвастался, что съел Здесь у нас морковка, перчики, лучок Здесь фасоль, очень ее люблю Здесь у нас рыбка на завтра размораживается Здесь у нас ягоды Ягод много, так не всегда Вы не думайте, что мы прямо бедрами ягоды покупаем Просто мы закупились Это нам на длительный период Также у нас есть недостатки в холодильнике Вы знаете моего мужа сладкоежку Да, у нас есть всегда у него заначка по шоколаду Когда он хочет себя побаловать И из сыра у нас есть для ребенка овечьий козий сыр Здесь мы жмем сок сельдереевый с кейлом и с огурцом Я люблю с утра с водой пить его вместе Арбузик есть Есть яйца Это йогурт тоже козий Обязательно кокосики мы любим пить Это у нас котлетки гречневые с грибами Лепешки кокосовые Я глютен не ем Есть у меня йогурт без сахара кокосовый Полочка с пробиотиками Которые должны храниться в холодильнике И алоэ у меня тут Вот эти вот не очень хорошие сливки Муж просто их очень любит Я знаю в них что-то добавляют Это мой хлорофилл Зато здесь всегда есть в противовес что-то полезненькое Авокадо Видите, есть ежедневно в нашем рационе Здесь у нас сливочное масло высокой жирности Это у нас овсяное молоко Это у нас спаржа Здесь у нас травка Закрываем холодильник Хочется сказать, что мы не голодаем Что у нас разнообразное питание И вы видите, что в холодильнике могут храниться только полезные продукты Да, мы не за исключением шоколада мужа Мы от вас не скрываем Показываем все как есть Друзья, у меня так муж боится, что вы подумаете, что у нас нечего есть И вы будете голодать У нас есть еще и крупы дома, да, и бобовые А смотрите, есть вообще классическая русская мистраль в Америке, которую мы покупаем Которая не заменит ни одну гречку американскую У нас есть безглютеновая овсянка У нас есть безглютеновые макароны И цельнозерновые макароны для Максюши Здесь у нас масло кхи, масло авокадо Это мои любимые масла, которые мы используем в рационе Здесь аминокислоты, да, которые используются взамен соевого соуса Здесь тоже у нас мука разная Лисовая и гречневая Орехи здесь у нас Это для печенья, я так понимаю? Да, да, это все у нас Максюши Когда готовим Все это можно покупать постепенно Мы сами переехали сюда буквально полгода назад примерно И постепенно, постепенно я покупала там несколько круп, искала муку Для меня это новая сторона И я понимаю, что сейчас вы тоже, если меняете свой образ жизни Вы в той же ситуации, когда я приехала сюда Нужно искать новые места, новые магазины Но у вас все получится Ведь у меня же получилось у нашей семьи Задание ваше сегодня Покупить все продукты Хотя бы частично из продуктовой корзины Из вашего меню И попробовать их готовить Пишите ваши отчеты в комментариях И увидимся с вами на следующем задании нашего марафона Всем пока-пока С вами была ваша Катя Субтитры сделал DimaTorzok